так вот у нас сегодня будет цифрический массив и алгоритм кассаи на прошлых двух лекциях обсудили алгоритмы которые не предполагают предварительную обработку текста для поиска в нем или для работы с ним теперь рассматриваем другой класс алгоритмов которым мы с текстом можем что-то сделать предварительно чтобы потом с ним работать например как проиндексировать рассмотрим пару способов индексации это вот суффиксный массив и суффиксное дерево алгоритм ухо не нам будет следующий раз обсудим какие-то дает преимущество но основное преимущество то что если у нас есть какой-то шаблон то мы можем искать в проиндексированном тексте за время пропорциональной длине шаблона но собственно массива немножко не так там еще добавляется поправки на логарифмические длины текста в лучшем случае но в целом все равно получается очень хорошо вот а в собственном дереве с и в собственном автомате искать можно за линейное время по длине шаблона который который хочется проверить на тексте ну плюс длина ответа если нужно выводить все все вхождения так что такое суффиксный массив суффиксный массив это довольно простая штука наверное один из самых простых способов индексировать строчку проиндексировать текст мы значит когда мы говорим про индексацию мы имеем ввиду индексацию без учета слов разбиение на слов разбиение там с учетом пунктуации на какие-то там знаки выделять мы не будем сейчас думать про алфавит вы считаете на все символы равноправны и мы занимаемся поиском вхождений не каких-то фраз или слов а именно под строки задача существенно упрощена если мы хотим работать со строками и отправлять печатки то там немножко другие алгоритмы используются так ну вот что такое суффиксный массив мы можем взять исходную строчку вот наша строчка есть в примере абракадабра и сделать с ней следующее взять все ее суффиксы и упорядочить их лексикографически если мы возьмем строчку абракадабра то мы вот можем построить вот такой вот суффиксный массив он называется суффиксным массивом такое упорядочение и естественно хранить его не надо в виде набора всех суффиксов отдельных все копируем потому что все суффиксы доступны в исходной строке нужно просто после того как они упорядочены лексикографически в каждом индексе массива в суффиксном массиве хранить номер суффиксный то есть номер того места где начинается этот суффикс в исходной строке поэтому здесь под номером суффикса в правой колонке указывается индексы в исходной строке сейчас я проверю участники там по-моему вроде бы вроде бы все вот строчка абракадабра она станет на второе место у нее будет это суффикс самый длинный у него индекс 0 мы еще в алгоритме косаи будем говорить про него мы потому что будем начинать с него вот другие строчки вот у них есть какие-то индексы и суффиксный массив называется отображение именно индексов исходной строки вот в порядке их лексикографическом нахождении в этом суффиксном массиве то есть это вот самая правая колонка это по сути есть суффиксный массив который всегда хранится для работы со строкой поэтому место которое требуется если в хранении оно линейно относительно длины исходной строки ну и поэтому многие алгоритмы могут работать линейно с ним вот и построить его тоже можно линейно но мы не будем обсуждать этот алгоритм честно говоря я его не знаю знаю что его могут обсуждать на продвинутом потоке мы будем строить более популярным известным способом за n-logen что можно делать суффиксным массивом как его создать как мы можем использовать его для поиска под строк у нас есть шаблон 1 и строка с вот хочется найти все вхождения что мы можем построить этот суффиксный массив и выполнять двоичный поиск по суффиксам искать все суффиксы у которых из комнаты строка является префиксом давайте посмотрим предыдущий пример например захотим найти строчку abr то достаточно смотреть суффиксы которые начинаются на abr собственно на эту подстрочку как ее искать но так как они упорядочены лексографически то можно искать просто бинпочком и сколько это заняло бы ну это заняло бы длину этого шаблона умножить на логарифм длины строки а когда нужно найти весь диапазон то нужно найти соответственно lower bound и upper bound если найти все вхождения нужно то нужно найти все эти суффиксы как их найти в этом суффиксы дело в том что все строчки все суффиксы так как они лексографически упорядочены да если мы ищем некоторую подстрочку то она например вот abr да она входит в эти суффиксы непрерывно если мы захотим например найти подстрочку а то эта подстрочка она является началом некоторых суффиксов и все эти суффиксы лежат непрерывно потому что они упорядочены лексикографически. Поэтому, если мы хотим найти некоторую подстрочку, надо найти ее первое вхождение, как префиксы некоторого суффикса, и последнее вхождение, как префиксы некоторого суффикса. И тогда весь диапазон между ними, так как у них эта подстрока является подстрокой промежуточных суффиксов, все эти строчки также будут являться ответами. Поэтому, когда нужно найти все ответы, все вхождения, нужно найти lower bound, нужно взять upper bound, и все суффиксы, которые будут находиться между ними в суффикском массиве, по индексам m, l, m, l, 1, и так далее, до m, рт, они будут содержать этот наш шаблон P в качестве префикса, то есть будут ответами. Чтобы найти все вхождения, тоже нужно по сути длина шаблона умножить на логарифм длины строки исходного текста. Потому что каждый lower bound – это бинт поиска. Во время бинт поиска, почему здесь не просто логарифм, потому что каждый раз, когда мы сравниваем строчку, мы можем здесь искать строчку abr. когда мы будем искать ее, взяв в серединке, мы потратим, может быть, только одно сравнение одного символа, если первые символы различаются. Мы сразу поймем, куда нужно идти, вверх или вниз. И в этом случае, когда мы попадем в какую-то другую строчку, будем проверять, то в ней будем проверять уже больше символов. Проверяли там, возможно, на первом символе отпали, то со временем все больше и больше символов будет совпадать с тем, что мы проверяем. И каждый раз, если текст очень длинный, то будет такая ситуация, скорее всего, с большой вероятностью, если у нас особенно алфавит не очень громоздкий, либо есть какое-то нехорошее распределение в использовании букв этого алфавита, то мы будем часто проверять один и тот же префикс и можно это соптимизировать. Можно сэкономить на этих проверках. Вот как. Давайте вначале введем такое понятие lcp. lcp – это длина наибольшего общего префикса двух строк s и t. Давайте вначале я уточню, понятно ли, как искать подстроку в собственном массиве. Да, понятно. Отлично. Спасибо. Ну вот, хочется немножко сэкономить, чтобы не каждый раз проверять все первые символы этой строки в бинт-поиске. Есть так называемая MLR-оптимизация. Она заключается в том, что какой-то кусок суффикса, какой-то кусок префикса, префикса шаблона можно уже не проверять, если мы ее проверяли на верхней и на нижней границе. Мы, когда делаем бинт-поиск, у нас есть всегда диапазон от L до R. Вот. И здесь немножко формул, но идея остается прежней. У нас есть некоторый диапазон проверки. L, R, L – это индекс в исходном суффикенном массиве. Давайте еще снова сюда вернусь. Например, эх, нужна картинка, мы наверно получше. У нас есть некоторый индекс L, есть некоторый индекс R, на диапазоне которого мы проверяем. И как сейчас дать я здесь вот возьму такой файнтер. У нас есть некоторый индекс L, есть некоторый индекс R, на диапазоне которого мы проверяем. И когда мы смотрим серединку, если когда мы проверяли R, мы увидели длину, общую длину этого суффикса с исходным шаблоном, допустим, она была равна а с index r, когда мы сравнивали, мы тоже посмотрели длина общего плекса, в процессе сравнения срок оказался равна 7. И Winpoysk нам сказал, что надо двигаться вот в эту сторону, между ними, и тоже начинает проверять. Но вот если здесь 5 символов сверху совпадает, а здесь снизу 7, то это означает, что как минимум 5 и в середине совпадает, потому что это одна и та же строка сравнивалась. Один и тот же шаблон сравнивался сверху и снизу. А все суффиксы, находящиеся между ними, они лексикографически прячены, поэтому это же количество символов есть и в той строке, которая будет сравниваться посередине. То есть как минимум 5 символов уже сравнивать не надо. В этом заключается мулер-оптимизация. Мы считаем LCP LCP, длину наибольшего префикса самого шаблона, и строки, находящиеся сверху, да, строка, находящаяся сверху, это она имеет какой индекс? Это суффикс, начинающийся в MLEFT. M это суффиксный массив, LEFT это индекс, который мы сейчас рассматриваем. Вот. Нужно найти, этот LCP был уже посчитан, когда мы сравнивали для индекса LEFT с его шаблоном. LCP был посчитан для RAI, это такой же. Вот. И вот это вот минимум из этих двух LCP это то количество символов, которые гарантированно не надо проверять. вот. Этот LCP всех строк, которые находятся между ними, тоже будет как минимум равен MLR, ну, скорее всего, а может быть больше, ну, в любом случае, больше либо равен. Как его обновлять? Когда мы посмотрим на полусумму LEFT и RAI, да, здесь метод обозначен, да, то в процессе вычисления LCP, здесь будет оптимизация при вычислении этого LCP, мы не будем проверять первого MLR символов. Вот. Начнем с MLR, то есть первого, точнее, с MLR, если так можно считать, вычислим LCP и результат будем использовать дальше уже для следующего MLR. Если нам в процессе вычисления LCP дальше мы поняли, что у нас строка в середине оказалась меньше той, которой мы ищем, шаблон, то есть нам надо шаблон сказать дальше. Тогда мы идем, сравниваем найденный LCP LCP, с райтом берем этих минимум и переходим к нижней половинке. Если нам нужно переходить к верхней половинке отрезка, то мы используем минимум из LCP верхнего и серединного. Вот. Смотрите, нужно ли здесь какое-то еще пояснение? Я могу попробовать нарисовать там заготовлена диаграммка. Нужно ли это попробовать повторить? Или понятно? Можно повторить? Ага, хорошо, попробуем. Вот здесь есть существенный массив M. Это существенный массив M. Здесь есть некоторая строка. Давайте какие-нибудь здесь допустим написано абракадабра та же самая и потом там что-то еще, но не важно что. Сейчас попробую их поставлять. Вот у нас есть много-много разных строк в существенном массиве. они порядочные лексидографические не совпадают. Мы сейчас делаем что-нибудь с их текстом. Вот это индекс l left есть есть еще есть еще есть еще варантовый индекс вот здесь и вот наш шаблон какой-нибудь шаблончик сейчас 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 предоставим какой какой искать ладно допустим ищем шаблон допустим хочется например 3 три символа будет совпадать а шаблон нас будет вот здесь у нас больше символов здесь у нас совпадает 5 символов первых здесь у нас три символа совпадает и видно что во всех промежуточных суффиксов видно потому что мы их неправильно можно немножко поправить здесь вот та строка которая будет в серединке она у нас будет проверяться в данный момент вот она может иметь больше совпадений но меньше но не полностью совпадает совсем вспомнить строкой так что у нас здесь стоит туда здесь можно добавить db и и здесь db и наконец-то здесь найдем давайте я все-таки наоборот сделаю а ну хотя нет так тоже нормально смотрите здесь по этому индексу у нас совпадений лцп равен трем лцп равен трем а здесь лцп равен лцп с исходным шаблоном да ага хорошо так а вот здесь и вот мы берем серединку и вот нам не надо проверять первые три символа потому что первые три везде совпадают потому что они все электроскрофически порядочные потому что первый левтовый и последний райтовый они начинаются оба на абр на первые три символа этого шаблона поэтому все что находится между ними тоже начинается на абр вот поэтому когда мы будем проверять произвольный символ произвольную строчку сравнивать с шаблоном нам не надо проверять первые три совпавшие поэтому мы берем млр от левт берем лцп от левт лцп от райтовые суффикса с шаблоном берем из них минимум и начинаем проверять начиная с индекса который будет этому числу равен то есть например здесь будет с индекса 3 будем проверять символ а а отлично он совпадает а совпадает с совпадает d совпадает здесь будет уже новое значение млр будет равно 6 не млр здесь больше есть вот это означает что следующий раз когда мы будем переходить в нужную сторону если мы перешли наверх но если бы здесь . казалось бы больше чем шаблон но нам нужно было бы проверять уже сколько начиная с 8 наверх перешли если бы наверх перешли у них первые 5 совпадают значит 6 до 6 ну а если вниз перешли то с третьего точнее с четвертого порядка с единиц считать вот такая оптимизация она в лучшем случае конечно дает существенный прирост и время m plus log n потому что у нас генпоиск если мы каждый раз добавляем к проверке не сильно много новых символов и используются эти символы которые мы уже проверяли то получается m plus log n в худшем случае конечно же все равно может остаться m log n потому что может быть такая ситуация что наша строка вторая во всем массиве а в первом массиве строчка как первая совсем не совпадает с нашим с шаблоном например шаблон b там какая-то длинная строка а первая строка а и вот если шаблон находится сразу же на втором суффиксе то нам каждый раз это описаться будет говорить что он ну все равно на сравнивать с первого символа вот но на самом деле это оптимизация не то чтобы очень крутая потому что если шаблончики маленькие то выполнение сравнений последовательных символов настоящих компьютеров реально она не сильно сложная не сильно тяжелая потому что ну что он делает просто последовательное сравнение он все это память скорее всего так он обращается к последовательным элементам памяти все скорее всего в кэше процесса там не будет прямо такой серьезной оптимизации она будет работать тогда когда у нас длинные строки реально длинные шаблоны которые мы постоянно проходим да там тогда будет сейчас не перерос скорее всего вот а так как существенные массивы для исходных текстов как то если зачем строить существенные массивы чтобы чтобы уменьшить время обработки текста если значит текст должны быть обычно большие там если в них мегабайты текстов таким образом проиндексированы то постоянная вот этот бинт поиск он довольно вредный потому что он предполагает там постоянно кэш миссы в новой мы первые первые прыжки выполняем по существенной массивой по исходной строке таким бинт поиском каждый раз пропадая попадая мимо кэша скорее всего ну в общем все про мейлер идем дальше как построить существенный массив за nlogan добавим 0 в конце строки на самом деле он там же есть скорее всего для чего для того чтобы потом сделать циклические сдвиги очень неудобно сортировать когда когда нету возможности быстро обращаться к индексу какой-то строки в нашем случае мы будем часто выходить за индексы потому что когда мы будем использовать карманную сортировку для очередных к символов на увеличивать диапазон сравнения сразу в два раза я просто забегаю вперед то там потребуется сравнивать индексы строки символы в строке прибавляя вычитая некоторую степень двойки вот и чтобы нам гарантированно попадать то хочется считать что все строки циклические сдвинуты это оказывается удобно вот и чтобы циклические сдвиги не мешали то есть мы будем в реальности сортировать не исходные суффиксы а циклические сдвиги исходной строки вот но чтобы эти циклические сдвиги с родной строки в реальности получать далее возможность построить суффиксный массив то мы добавим чтобы добавим символ ноль в конец строки почему ноль он на самом деле там все равно скорее всего есть но если туда добавить этот ноль то более короткие суффиксы если они являются приксами других суффиксов они станут выше потому что ноль меньше будет чем любой другой символ вот ну да идея уже сказал будем сортировать карманной сортировкой суффиксы все суффиксы по первым два степени к символов величие к каждый раз на единичку давайте начнем напоминание небольшое карманная сортировка что это такое мы ее будем использовать именно в таком виде и немножко модифицируем карманная сортировка очень проста идеологически мы раскладываем в первом массиве ну вообще можно не так грубо говоря рассказываем раскладываем все по карманам и потом отдельно каждый карман выкладываем в результирующий массив но чтобы не делать копирование чтобы не делать не собирать эти карманы в виде вектора векторов то удобно удобно складывать вначале посчитать сколько в каждом кармане должно быть элементов вот заводим массив c вспомогательный он будет размера к к это размер алфавита в нашем случае он будет больше следующий мы его модифицируем ну ладно сейчас здесь у нас размер алфавита и отдельным первым циклом мы просто считаем сколько у нас каждой буквы встречается затем мы умозрительно выкладываем в результирующем массиве нам придется сделать копию нужно будет сделать массив b вот там нужно разметить то есть можно было бы в каждый карман собрать отдельно завести вектор векторов и потом разложить его в исходном массиве но это неудобно потому что накладно есть более изящный способ завести массив который будет результирующий и в него сразу складывать элементы исходного массива сразу на нужные индексы как это сделать нужно разметить этот исходный массив где будет каждая группа находиться у вас должно было быть на первом семестре первая группа будет находиться там нулевая рук будет состоять по нулевом по нулевому индексу ради будет один там десятому индексу если в нулевой группе 10 элементов мы так далее поэтому если мы знаем ск préc против между мест то очередная группа и то она будет находиться в начале некоторого значения, равного сумме длин предыдущих групп. Но это неудобно, потому что, когда мы начинаем с началом групп работать, то у нас там нужно сдвигать индексы, и это оказывается неудобно, потому что здесь в этом массиве посчитать быстро за одно присваивание внутри этого цикла не получается. Поэтому еще одно изящное решение, которое мы тоже должны были рассказывать на первом семестре — считать не начало, а концы групп. Когда, проходясь по массиву с конца, мы сможем заполнять каждую группу с конца. Вот. Так, ну вот что здесь такое. C и T — это, значит, если у нас в первой группе 0, в первой группе, в нулевой группе у нас 5 элементов, то C нулевое уже сразу равно 5. Это конец группы. Мы первый элемент будем класть по индексу 5 минус 1. Потом, когда положим по индексу 5 минус 1, мы этот индекс уменьшим, поэтому здесь минус минус префиксный, и сохраним это значение. Это будет новый конец группы. Следующий элемент в нулевой группе мы будем класть уже по индексу 4 минус 1. Следующий элемент, когда он появится, мы будем класть уже по индексу 3 минус 1 и так далее. Пока не дойдем до нуля, когда их сравнить равен нулю, то больше элементов из нулевой группы подать не будет, и поэтому в этом цикле здесь для нулевой группы никогда не будет вызываться, и мы не выйдем никогда из своей группы, в том числе не выйдем из-за границы массива. Так. Вот. Есть ли какие-то вопросы по карманной сортировке, потому что мы сейчас будем модифицировать? Ну, вроде бы это такая стандартная штука. Так. Включил. Отключил. Пойдемте дальше. Потом, когда мы заполнили массив B, мы его складываем в массив A, все, результат готов. Теперь давайте, что будем делать? Вот здесь у нас в качестве массива C, который сохранял группы, были элементы массива элементы алфавита. Вот. Но при построении суффиксного массива мы будем хранить не элементы массива, а результат разбиения на группы с предыдущего шага. у нас есть, если будут кармашки, покетсы, например, давайте там суффиксы, начинающиеся на AB, на A, суффиксы, начинающиеся на AB, суффиксы, начинающиеся на AC, суффиксы, начинающиеся на AD и так далее. Затем у нас будут там суффиксы на BA, на BB, BC и так далее. Количество групп таких суффиксов будет не больше, чем N, потому что мы не будем хранить лишние группы. Вот именно первую сортировку, вот первая сортировка, придется сделать по алфавиту. Там будет K-групп. Потом эти группы надо собрать и использовать их для следующего этапа. Поэтому нужно иметь обратное отображение. Давайте я сразу перейду к кусок кода. Мы будем использовать вот эти вот карманы, опираясь, мы будем использовать их, чтобы собрать, чтобы понять, какому новому карману как мы будем увеличивать в два раза. Если мы сейчас сортировали по первым двум символам, как перейти к сортировке по четырем символам. Ну вот первые два символа, вот если мы умеем по первым двум символам понять, какой это номер группы, и по вторым двум символам, то есть по третьему, по четвертому, сможем понять, какая это группа, то по всем вместе, если эти группы у одного суффикса совпадают с группами другого суффикса, значит, они попадут в новую группу одну и ту же. А если либо первая, либо вторая отличаются, то они, значит, должны быть в разных группах. Как это в коде реализовать? Вот что мы будем делать. Мы будем в массиве с результатом оставлять... Вот у нас была какая-то сортировка суффиксов на предыдущем шаге, и все суффиксы были по своим группам раскиданы. Вот. Но мы возьмем, и что сделаем? Мы в каждой группе, в каждой группе сделаем сортировку, используя предыдущий шаг, внутри каждой группы Сдвигаем. Берем... Значит, берем... Что мы берем? Берем... Значит, точно нужна картинка. Сейчас, секундочку. Едется, наверное, нарисовать. Сейчас я не смогу так быстро объяснить. Мы берем суффикс и смотрим, какой у него был дополнительный предыдущий кассимулов. Два степени кассимулов. Так, так, так. Сейчас подумаем, как это сделать. Вот мы заполняем массив B, новый массив B в этом первом цикле сразу же, пользуясь группами предыдущего шага. И вот Pockets — это обратное отображение, грубо говоря, по индексу, по индексу, в котором находится сейчас. Нам нужно две штуки хранить. Нам нужно и C хранить, и Pockets хранить. Значит, Pockets — это отображение от индекса, от элемента с хрестом массива, то есть это значение какое-то есть, в номер кармана, в котором он находится. Нам нужно его поддерживать всегда, чтобы строить следующее. Нам нужно и прямое, и обратное отображение. Давайте я попробую все-таки картинки нарисовать. нажимаем здесь. Так, ну давайте считать, что вот контроль-C, контроль-V здесь. Вот смотрите, есть у нас некоторая группа, она отсортирована по первым символам, и что мы делаем? Мы хотим посмотреть, как... Сейчас, секундочку. Вот, мы задвигаем минус. Что мы задвигаем минус? Айтин. Айтин. Ммм. Мы начинаем проход по массиву с конца. Мы берем самые последние суффиксы и размещаем их следующим образом. Вот смотрите, есть некоторый суффикс кадабра. У него есть индекс некоторый в суффиксном массиве. Индекс, например, x. Мы хотим его разместить в той группе, в которой... Давайте все посмотрим. У нас есть x-2 в степени к. Вот этот x-2 в степени к... Вот кадабра, да? Где у нас здесь кадабра? Ну, вот он на самом деле здесь. Давайте мы считаем, что здесь... Вот тут кадабра, а тут абра-кадабра. Мы отступили на 4 символа, допустим, что у нас k равно 2. Отступили на 4 символа и увидели вот этот вот суффикс. Поняли, что он находится вот в такой-то группе. Когда мы начинаем рассматривать суффиксы с конца, вообще просто с конца массива, то у нас есть... Мы пользуемся сортировкой по кармашкам относительно следующих 4 символов. И мы будем что делать? Мы будем заходить... Рассматриваем очередной суффикс. Заходим в группу, соответствующую предыдущим 4 символам этого суффикса. То есть x-2 в степени к. И размещаем этот суффикс в этой группе с конца. Сейчас мы возьмем его. Поместим в конец. В конец этой группы. Почему это поможет? Потому что в следующий раз, когда мы будем находить... Какой здесь есть еще? Суффикс... Это из предыдущего массива. Мы делаем новый. У нас есть массив a, а есть массив b. Это суффикс, оставшийся из массива a. А это мы заполняем снова массив b. Мы запомнили абракадабра. Допустим, есть еще какой-то абра... Абра... Какой-нибудь... Сейчас возьмем. Вот мы, допустим, переходили. Переходили все меньше и меньше. И вот нашли какой-то суффикс... Бр... 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 Например, такой. И если у него префикс тоже находится... Предыдущие четыре символа... Тоже абра... Тоже абра... То они... То они попадут вот сюда. Будет абра... Бр... Д... Ох, как сложно это объяснять. А, вот это надо сюда подвинить. Так... Не даем... Не нужно... Тоже не нужно... Вот этот вот... Иксовый... Минус два степени к этой... Это игрековый... Иксовый... Иксовый... Это... Урековый... Урекинез два степени... Это... Урекинез два степени ка... То есть... К чему мы пришли? Мы, проходя по группам снизу вверх, в результирующем массиве смотрим, какие были х-2 степени катый суффикс, в какую группу он попадал. Мы для этого идем в эту группу и заполняем ее с конца. Так как мы перебираем по факту все суффиксы в порядке уменьшения первых четырех символов, когда мы перейдем на символы на минус 4 еще в данном случае, то мы эти суффиксы, которые проходили с конца, автоматически расставляя с конца, тоже внутри этой группы, сразу разложим их, сделаем их отсортированными внутри этой группы. Они все будут по-прежнему иметь первые четыре символа одинаковые, но они будут уже разложены в порядке, в котором они шли по следующим четырем символам, потому что мы по ним проходим с конца и раскладываем их здесь с конца. Вот, например, начали кадабру разложили в продолжение абра-кадабры, потом бр-р-д разложили в продолжение абра-бр-д и так далее. Если там появится следующий суффикс абра-а-а-а, то они здесь автоматически разложатся. Вот, в этом-то и заключается смысл. Мы берем исходный собственный массив, берем его суффикс, смотрим, где предыдущие два степени символа, в какой он группе находился, и в этой группе делаем укладку. Мы в этой группе смотрим конец этой группы, уменьшаем ее на единичку, и по этому индексу кладем тот суффикс, который а-ит и минус два степени к. Вот, все. После этого у нас уже все готово, новый массив уже сгенерирован. Останется обновить сэшечки и плокетсы для следующего уровня. Хоть что-нибудь понятно? Ну вот, примерно так вот мы все и обновляем. Обновление покетов следующее. Если мы просто просматриваем, рассматриваем массив исходный, получившийся, мы его уже ступировали в A, рассматриваем. И если у нас два соседних, аиты и айплюс первый, совпадают по номерам групп, и тот и другой, то мы очередному аитому дак присваиваем тот же самый покет, что и предыдущему. А если отличаются, то мы делаем новый, генерируем новый покет, и дальше новый кармашек, индекс нового кармашка присваиваем этому суффиксу в обратном отображении. Вот. Остается посчитать сэ. Здесь этого нет. Ну, это вы, наверное, тоже сможете сами автоматически здесь добавить. Время. n log n. Ну, потому что это лог n немного модифицированных карманных сортировок, у которых не алфавит является признаком группы, а пара совпадений по текущей группе и по группе суффикса звинтого на два степени к символов влево. Ух. Все. Закончили с построением субмассива. Теперь надо обсудить тоже довольно стандартный алгоритм. Его называют алгоритм Касаи, хотя он на самом деле алгоритм пяти японцев. Ремувы японцев. Касаи, ремувы, а река в линии парка. Этот алгоритм позволяет, он довольно простой, он позволяет вычислить ЛЦП соседних суффиксов в суффиксном массиве. Возвращаемся к исходной картинке. Вот у нас были суффиксы А, Абра и так далее. Исходные строки Абра, Кадабра. Что такое ЛЦП соседних суффиксов? Ну, для индекса 0, ЛЦП А и Абра. Двух соседних суффиксов. У Абра будет ЛЦП 4 со следующим. Дальше будет единичка, единичка. Когда А закончится, будет всегда нолик, да, после перехода к следующему букву. Потом Убра, троечка. Убра, Кадабра, ноль. И вот только Ура еще будет двоечка. Этот ЛЦП, он полезен для решения различных задач. Наверное, в первую очередь олимпиадных. Когда нужно посчитать, например, количество каких-нибудь вхождений. Можно, например, вычислить, какая строчка наибольшей длины входит в исходную строку наибольшее количество раз. Ну, вот здесь вот только строчка, строчка А входит 5 раз, да. Если там посмотреть более длинные строчки, более длинные строчки, то только 2. Да, то есть здесь нет непрерывных промежутков ЛЦПшек длины больше, чем 1. Поэтому, которые по значению больше, чем 2, больше либо равны, чем 2. То есть совпадает эта двойка, да, она, это количество, это длина общего плексикса, и она непрерывно значение, если подряд рассматривать, да, если бы здесь было несколько значений, вот видите, все значения плексикса больше единицы. Пока оно больше единицы, значит, что все эти суффиксы имеют общий префикс, как минимум длины 1. Поэтому, если здесь у нас последовательность из ЛЦПшек больше длины 1, постоянно идет, больше либо равна, да, то есть если их 4 штуки, то это означает, что здесь находятся 5 строк подряд, начитающихся с префиксы длины 1, с общего, то есть символа А. Вот, ну вот на основе таких вот разных учтений можно читать разные задачки. Вы пообсуждаете на семинарах, как это можно делать, какие они задачи могут решать. Давайте мы эти ЛЦП вычислим. Какая идея? Идея следующая. Если у нас, мы также будем хранить суффиксный массив и теперь обратное отображение уже из номера суффикса в индекс. Нам тоже здесь нужно будет обратно, немножко другой, правда. И что интересно, что если у нас есть некоторый суффикс, у него есть некоторый ЛЦП со следующим суффиксом в суффиксном массиве, то если мы от этого суффикса отрежем первый символ, да, то есть посмотрим на суффикс х плюс первый, х это индекс в исходной строке, то его ЛЦП, если на него его найти в суффиксном массиве, то его ЛЦП будет не сильно меньше, он может быть максимум на единичку меньше, а может быть и больше. Может быть такие же, может быть еще больше. Почему это? Вот это надо пояснить, и тут точно нужна картинка. Да, начинается. Вот давайте мы теперь вот так сделаем. Вот у нас есть какой-нибудь суффикс. Давайте мы здесь немножко поправим. Это суффиксный массив, такое, конечно, не может быть. Так, далее здесь стояло совсем, чтобы поправить всем. Вот это нужно писать. Так, ну вот. Здесь осталось. Что я хотел сказать, что вот есть вот эта вот некоторая строчка. Это суффикс в нашем отображении x. Вот. И... Так. Все-таки вот это уберу. Вот. И у него есть некоторый суффикс. x плюс 1. Ой, не x плюс 1. Вот. x плюс 1 будет здесь как раз. Вот он, x плюс 1. Вот. Вот оказывается, что lcp этого суффикса... Давайте мы здесь чем-то подлиннее напишем. Вот если он какой-то ненулевой, drr, lcp x плюс 1 будет как минимум на единицу меньше. Потому что есть вот эта строчка, которая была рядом с x, стояла в суффиксном массиве. Для нее тоже есть y плюс 1. И этот вот y плюс 1, он может где-то находиться. Вот. Беру. Беру здесь. Писал. Вот. Но дело в том, что он... Этот y плюс 1 суффикс, вот он, да, он, скорее всего, он точно дальше находится, потому что лексикографически больше. x плюс 1. x, если x меньше, чем y, и у них есть общий одинаковый символ, да, то x плюс 1 меньше, чем y плюс 1. Вот. Но это не значит, что они находятся рядом. Возможно, есть еще какой-то суффикс, возможно, который находится, или какие-то суффиксы, которые находятся между ними. Здесь, например, может быть суффикс d, r, 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 e. Вот. Поэтому lcp суффикса, если здесь был, какой здесь был? Раз, два, три, четыре, да? Здесь был четыре. lcp у x. Здесь, как минимум, будет 3, потому что где-то находится y плюс 1, и все, что находится между ними, имеет lcp, равное 3. Но, возможно, следующий суффикс после x плюс 1, в x-массиве, имеет все-таки большее совпадение с x плюс 1, чем 3. Поэтому там значение, там поэтому стоит больше, больше либо равно. Вот. Понятно? Так, переходим к следующей. Ну вот. Поэтому, чтобы искать lcp очередного суффикса, мы будем пользоваться подсчитанным lcp для предыдущего суффикса, для предыдущего в исходной строке. Чтобы посчитать lcp на этой картинке, в данном случае x плюс 1, надо знать lcp от x и начинать сравнивать очередные символы, начиная с индекса, равное текущей lcp минус 1. Вот. В этом-то и заключается вся идея. Мы считаем lcp для o от x плюс 1, равное lcp от o от x минус 1, плюс число общих символов тех подстрок, которые продолжают эти суффиксы. x плюс 1 и следующий суффикс в суффиксном массиве. Вот его нужно будет просто взять. Поэтому здесь нужно сразу два отображения. Обратное и прямое. И так как мы перебираем суффиксы в порядке, равном порядку в исходной строке, если мы берем, переходим к следующему, да, мы умеем переходить к следующему, то разума начинает с самого большого суффикса, с самого нулевого. То есть у нас есть с исходной строки s. Так, ну вот дальше мы переходим ко всем этим строкам, начиная с нулевой. И высчитываем куруль цп. Здесь еще раз та же самая формула, тот самый цикл, который говорит о том, что куруль цп, да, мы будем увеличивать на единичку, начиная с с него, да, с предыдущего, куруль цп минус 1. Ну и если там был равен нулю, то надо ноль оставить. Как минимум. Начинаем для суффикса y сравнивать очередные символы с суффиксом, который находится в следующем порядке в суффиксном осье. Вот. Просто сравниваем символы и увеличиваем цп. Севдокод. Ну, почти ксевдокод на самом деле это то же самое. Мы собираем цп, но здесь просто более глобальный. Собираем массив цп, который нам нужно вернуть. Нам на вход будет дан массив s, суффикс, строка s, суффиксный массив s, m и обратное отображение o. Ну, вот, пользуясь предыдущим формулами, мы будем внутренний цикл увеличивать только по новым символам, следующим за курови цп лимус 1. Сколько у нас будет время работы? Оно будет равно o от n. Почему? Потому что внутри этого цикла, да, здесь есть внутри другой цикл, который проверяет очередные символы. Но эти очередные символы приводят к увеличению текущего значения lcp. Вот, поэтому тут можно считать это значение, а это значение lcp, оно уменьшается за каждую итерацию большого цикла не больше, чем на единицу. Поэтому можно считать, что суммарно количество увеличения lcp будет не больше, чем количество итераций этого цикла нужно на такт, да, потому что здесь мне еще не усоединяющая сложность. Это одно объяснение. Второе объяснение можно формально ввести потенциал, сказать, что потенциал равен к лcp и, как обычно, посмотреть, что у нас этот вот цикл, он выполняется ровно настолько, насколько изменяется потенциал. Потенциал изменяется на раз к лcp и цикл меняется выполняется столько раз, насколько увеличивается текущий лcp. Еще, конечно, можно и бухучетом задолжить монетки, но раскладывать монетки не имеет смысл. Обычно в цикле у нас монетки забираются, а где-то их нужно раскладывать. Вот предлагается наоборот, раскладывать их в том месте, где лcp у нас уменьшается, собирать, забирать в том месте, когда мы их увеличиваем. Ну и в самом начале нужно положить монет, чтобы нам хватило. Вроде бы все. Вопросы есть какие-нибудь? Ну, ладно. Все, тогда спасибо. До следующего раза. В следующий раз будет с их снедерево. До свидания. До свидания.